Клубы дыма поднимаются над лесом. Ветер относит их на юг на много километров. Запах гари проникает во все помещения, вызывая головокружение, закладывает горло. Этот пожар жители областной столицы запомнят надолго. Чуть позже специалисты скажут, что таких масштабов можно было избежать. А пока обычные люди с рюкзаками за спиной продолжают тушить огонь. В рюкзак помещается 20 литров воды. Надолго жидкости не хватает, но иначе нельзя. Места для техники практически непроходимые. Группой всего 60 человек метр за метром прочесывают лес. Место тяжелое, болотистое, торсиное. Ходить очень тяжело. Бугры, холмики, ноги заплетают, багульника много. Как бы еще под низом вода, спотыкаясь и ходишь. Пожар у них есть, легких пожаров не бывает. Открытого огня почти не осталось. Пожарные отмечают, горит не лес, а старая сухая трава под зеленью. Поэтому и такое количество дыма. Причина же возгорания до сих пор остается неизвестной. На территории Корсаковского городского округа, где возник пожар, четвертый класс пожарной опасности. Здесь осадков уже не было давно. Специалистам еще только предстоит подсчитать, какой урон нанесен экосистеме. С момента возгорания прошло более суток, ведь первый сигнал поступил еще в воскресенье. Однако решительных действий в первые часы не последовало. Вместо этого руководство Корсаковского и Анивского округов разбиралось, чья же территория охвачена огнем. К обеду следующего дня площадь распространения выросла в десятки раз. Таких масштабов пожара бы не было, и город не был бы в дыму. Поэтому, конечно, нужно мгновенно сразу реагировать на любые возникающие пожары. На следующий день губернатор области провел экстренное совещание. Еще раз просмотрите все ваши силы, средства, резервы, чтобы они были обеспечены. Оборудование, инвентарем, специальной одеждой, средствами связи, таборным имуществом, передвижной техникой и колесной, и гусеничной. Также Олег Кожемяка поручил главам районов приобрести мобильные летательные аппараты для мониторинга пожарной ситуации. На данный момент участок леса в районе Мицулевки находится под пристальным наблюдением.